Доброе утро, СтопГейм! В эфире Инфакт! Кооперативный RPG-шутер Remnant получит сиквел уже через неделю, 25 июля. Время, видимо, настало, и разработчики стали выливать на ожидающих информацию сразу самосвалами, и вот к этому выпуску вывалило аж но 38 минут геймплея за один из игровых классов — Охотник. Класс дальнобойный, также подсвечивающий недругов специальной охотничьей меткой, и способный в стелсовую невидимость. Но большой новой фичей сиквела станет возможность замешивать два любых класса в эдакий мультикласс. Среди стартового набора персонажей, помимо Охотника, можно будет отыскать бойца, стрелка, что не то же самое, что Охотник, медика и кинолога. Серьезные перемены настигли многопользовательскую экшен-рпджи Lost Ark. С недавним обновлением в игру был добавлен новый класс персонажа — Валькирия. Разработчики заявляют, что Валькирии имеют самый высокий урон за 10 секунд из всех игровых классов на текущий момент. Основное оружие — немалых габаритов двуручная мечуга, а при нанесении урона заполняется особая шкала ярости. После её полного заполнения включается режим Берсерка, который, ясное дело, увеличивает скорость и урон персонажа, а ульта превращает героиню в мощного огненного демона. Если вы новый игрок или лишь рассматриваете возможность влиться в комьюнити игры, есть пара полезных штук. Во-первых, вот и сейчас в игре запустили событие Акрасия Экспресс, которое позволит новичкам быстрее прокачаться до актуального уровня и сразу окунуться в новый контентец. А во-вторых, то самое комьюнити всегда готова протянуть руку помощи в освоении любимого проекта и найти всю необходимую инфу по игре или спросить совета можно на официальном дискорд-сервере игры или в группе ВКонтакте. Игра немалая, контента валом, пора бы уже и заценить. Если решитесь, ловите ссылочку в описании, там мы ещё и внутриигровых презентов у создателей для вас склянчили. По ней же можно скачать игру, всё бесплатно. Во вчерашний выпуск эта новость не поспела чуть-чуть, но это, как говорят, big thing. Большая штука. В общем, помимо безапелляционной победы над Федеральной торговой комиссией США в суде, Microsoft всё-таки сумела найти общий язык из Sony. Договор, аналогичный тому, что был подписан с Nintendo, теперь актуален и для второго японского гиганта. Новое соглашение гарантирует, что Call of Duty продолжит стабильно посещать консоли PlayStation в течение следующих 10 лет. Перед финализацией сделки остаётся лишь одна преграда — управление по конкуренции и рынкам Великобритании, которое уже выиграло суд против Microsoft, однако не безапелляционно, и новой встречи — быть. На переговоры у сторон теперь есть два месяца. А тем временем изначальный срок для реализации сделки подходит к концу. 18 июля — это сегодня — значится как дедлайн, и в случае его нарушения Activision Blizzard получит от Microsoft неустойку в размере 3 миллиардов долларов. А пока мы ждём финала этой пьесы, в стане Microsoft пошли первые подписные мутки. Раньше, чтобы поиграть на Xbox во что-то онлайновое, игрокам было необходимо приобрести специальную подписку Xbox Live Gold. Теперь всё станет проще, и онлайн-игра также будет требовать подписку на другую. 14 сентября Xbox Live Gold будет переименована в Game Pass Core, типа ядро, и помимо возможности играть в онлайне, также будет давать пользователям эксклюзивные скидки в магазине, а вместо ежемесячных раздач парочки игр будет набор из 25 проектов, которые будут дополнять 2-3 раза в год. Стартовый список вы видите на экране, и в чём же мутки, спросите вы? Хорошо же, дополнили подписку. Но если я правильно считаю приложенную к анонсу картинку с теперь уже четырьмя планами Game Pass, видно, что консольный и ПКшный паки не включают в себя онлайн-игру. А новый стартовый пакет, отличающийся от них на 1 и 0 баксов соответственно, не включает в себя самую мякотку подписки. Четыре сотни игр и доступ к некоторым новинкам в день их релиза. Зато всё это включает в себя ультимативный план, что как бы намекает на то, какой из четырёх действительно имеет смысл брать. Однако его цена в месяц дороже больше, чем в половину. Что же до библиотеки из последовательно раздаваемых все эти годы проектов для Xbox Live Gold, их забирать не станут. Для доступа к ним необходимо иметь подписку уровня Core или, как вы уже поняли, Ultimate. Payday 3 ещё даже не вышло, а первая связанная с ней игра в дополненной реальности уже состоялась. В целом, это традиция, и сообщество серии на эти дела очень падкое. Хлебом не корми, дай поразгадывать какие-нибудь загадки. Тайком от всех Starbreeze выложила на сайте игры небольшой геймплейный трейлер, где, в отличие от предыдущих, показан тихий стиль прохождения миссии. Но есть нюанс. Для того, чтобы увидеть этот трейлер, нужно было включать обычный громкий трейлер и выкрутить в ноль ползунок громкости. Либо зайти на страницу в режиме инкогнито. Гениально? Ещё бы. Вот только падкая до этих дел сообщества так бы и не нашло эту пасхалку, не дай Starbreeze подсказку в соцсетях. Ничего нового, впрочем, трейлер не показал. Фигуристое разрезание стёкол, забавное ползунье гуськом и убийство охранника, как будто бы без необходимости отвечать на грёбанный пейджер. Надеюсь, так и будет. Баланс, конечно, но всегда очень бесило и очень радовало в Краймбосс отсутствие этой ерунды. Релиз 21 сентября. Assassin's Creed Codename Jade, которая совершенно точно не мобильная Dynasty Warriors, готовится к скорому старту закрытого бета-тестирования. Пройдёт оно с 3 по 11 августа, и несмотря на то, что серверы будут работать лишь в Северной Америке и Западной Европе, принять участие в бете смогут игроки со всего мира. Однако, лишь 5000 счастливчиков. Чтобы встать в перечень возможных участников, необходимо пройти регистрацию, ссылку прикреплю, и дождаться приглашения. Бэтменообразный, но позитивно весёлый экшен Ангард доберётся до Steam уже через месяц. Народная героиня, фехтовальщица Адалия де Валадор даёт бой тирании жестокого графа-герцога. Изнутри это, набитое остроумными шутками и мягким околомультяшным графоном, экшен в духе Аркхема или Паучка, но с дополнительными физическими настройками. Врагов можно напинывать в ловушки, можно подпинывать наоборот уже в них предметы окружения, можно кувыркаться, ну а можно, соответственно, затыкивать врагов фрапиры. Ну и нужно. Звучит незамысловато, играется на самом деле так же, но в этой простоте, как ни странно, есть и своя аддиктивность. Мы успели попробовать её в рамках недавнего демо-фестиваля в Steam и соответствующего ему демо-зора. Вот всплывашка, можете ознакомиться. И под занавес немного познавательного, внезапно, тру-крайма в вашу ленту, но связанного с играми напрямую. Год назад, в августе 2022-го, в Вирджинии пропала девочка 15 лет. Её искали 11 дней и, забегая вперёд, нашли и вернули в семью. 28-летний лоб Итан Робертс похитил её и увёз в другой штат. Они познакомились за полгода до пропажи через переписку, которая в какой-то момент переросла в пересылку нюдсов. Через несколько месяцев Итан приехал за девочкой, забрал её и увёз на другой конец страны, но позволил захватить с собой Нинтендо Свич. И это ключевое событие в этой истории спасения. И спасать было от чего. После ареста мужчину обвинили в изготовлении детской порнографии и в перевозке несовершеннолетней с целью вовлечь в незаконную сексуальную деятельность. Лишь спустя год ФБР поделилась деталями этого дела, как и способом его раскрытия. В какой-то момент уже после пропажи один приятель девочки обратил внимание на то, что она вот сейчас онлайн на Свиче и сообщил об этом агентам бюро. Те обратились к Нинтендо и с помощью местных спецов отследили её без шуток по IP, а впоследствии нашли и дом, где Робертс задержал похищенную. Конечно, травма на всю жизнь, но в целом хэппи-энд. А мораль? Мораль простая, не будьте говнюками. Как в общем-то Энд пришёл и этому видео. Если нравится формат, ставьте что-нибудь приятное в лайках, бейте в комменты, пишите колокольчики и заходите на наш сайт stopgame.ru. Там для вас уже приготовлена свежая кек-нарезочка от енота-круссадёра, а также долгожданный видеообзор карточный Marvel Snap. Катерина Краснопольская отыграла в неё 800 часов и ей есть что сказать. Доброго дня!